Добрый день! Вы смотрите новости на телеканале UATV. О самом главном на эту минуту расскажу я и мои коллеги в студии Тимофей Вутин. Трижды с начала суток российские наемники нарушили перемирие на Донбассе. Стреляли прицельно, применяя запрещенный калибр, сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. После полуночи оккупанты два часа вели огонь из гранатометов по защитникам Широкина на Приазовье. На рассвете боевики развернули минометы на Катериновку, это Луганский рубеж. А утром почти час обстреливали из минометов и гранатометов Гнутова. Среди украинских военных потерь нет. А накануне боевики обстреляли Золотой-4. Это прифронтовой поселок в Луганской области. Стреляли наемники из противотанкового гранатомета и миномета калибром 120 мм, сообщили в штабе. Снаряды попали в дом и в припаркованный автомобиль. Среди местных жителей погибших и раненых нет. Полиция расследует инцидент как террористический акт. Я выскочила на улицу, Лене позвонила, кашу дочь. Мама жива. Хорошо, что на тот момент она была в другой комнате. Если бы была здесь, уже бы ее не было. Жители Донбасса регулярно находят в своих дворах неразорвавшиеся боеприпасы боевиков. Ликвидировать их помогают украинские военнослужащие. Как это делают бойцы полка АЗОВ, эксклюзивно показали корреспонденту ЮЭТВ Игорю Меделяну. В прифронтовом селе на Светлодарской дуге инженерная группа полка АЗОВ обходит дворы местных жителей. А я думаю, эти уже и не пройдусь. Мы же пообещали. После недавних обстрелов Мария у себя в огороде обнаружила хвостовик боеприпаса. Глянула так без овнимания, а когда начала волочить, заметила. Бойцы приступают к обезвреживанию. Место должны покинуть все, кроме специалистов. Я насильно устряла. Военные аккуратно расчищают землю вокруг боеприпаса. Гранатометный выстрел. РПГ-7. Он боевой, в возведенном состоянии. Вынимать его запрещено. Смещать с места запрещено. На месте закладывают взрывчатку. Поверх мешок с землей. На безопасное расстояние проводят шнур детонатора. Гребу! Вот такая воронка получается. Это было то же самое в доме. Ого! Даже хуже. Несмотря на то, что позиции украинских военных находятся за жилой зоной, противник периодически стреляет именно по гражданским. Ни старики, ни дети, живущие здесь, врага не останавливают. Так я вытягивала хвост той, ничего. Терчите, терчите, смотрю, вот такая наша толстая. Ну, солдаты пришли, забрали. Говорит, бабуль, ты шо? Бойцов зовут соседний двор. Местный житель обнаружил подозрительный предмет в огороде. Оказалось, часть боеприпаса. Это реактивный двигатель. Это небольшая часть противотанковой ракеты. Таких находок здесь немало. Азовцы отправляются на следующее место. На еще одном огороде застрял гранатометный выстрел. На неразорвавшемся боеприпасе хорошо видна маркировка. Сдетонировать может в любой момент. Чтобы обезвредить, используют две тротиловые шашки. На этом работа закончена. Но лишь временно, говорят бойцы. Здесь будет на много десятилетий этого всего. Может, кто-то пострадает. Может, дай бог, не пострадает. Война. Здесь с этим ничего не поделаешь. Основные задачи саперов Азова – боевые. Но местным не отказывают никогда. Люди, обнаружившие боеприпасы, зовут военных, понимая, что от помощи бойцов зависят их жизни. Игорь Меделян из Донецкой области, ЮЭТВ. Официальные результаты первого тура президентских выборов сегодня должна огласить Центральная избирательная комиссия. Там приняли протоколы с мокрыми печатями со всех 199 окружных комиссий. На заседании ЦИК-корреспондентка ЮЭТВ Евгения Бурда. Добрый день, коллега. Когда ждать итоговые данные первого тура президентских выборов? Добрый день, Тимофей. Мы уже практически на финишной прямой. С минуты на минуту уже ожидаем, что члены избирательной комиссии выйдут к нам и продолжат заседание и огласят результаты первого тура президентских выборов. Сейчас объявлено в заседании перерыв, на котором члены комиссии вносят в общий итоговый протокол результаты, которые они получили из регионов, от окружных территориальных комиссий. И я напомню, что это промежуточные результаты, поскольку ни один кандидат не набрал больше половины голосов, а значит украинцев ожидает еще и вторую тур, то есть повторное голосование. И в нем уже за пост президента поборется Владимир Зеленский, за него проголосовали более 30% избирателей. И на втором месте Петр Порошенко, за которого проголосовали почти 16% украинцев. Результаты Центральная избирательная комиссия всю неделю собирала из всех территориальных окружных комиссий, со всех участков сюда передавались оригиналы протоколов. И вчера поступил последний из Харьковской области. И это дало возможность Центральной избирательной комиссии объявить результаты раньше срока установленного закона, потому что можно было их объявить до 10 апреля. И вот уже с минуты на минуту заседание продолжится, я напомню. Мы будем ждать уже официального объявления результатов голосования 31 марта на президентских выборах. И, ну, скажем, это уже будет такая более процедура документальная, и на ход избирательного процесса она уже не повлияет. Тимофей, тебе слово. Спасибо, коллега. Центральная избирательная комиссия подсчитывает итоговые результаты голосования на выборах президента Украины в первом туре. По предварительным данным, запуск главы государства будут бороться нынешний президент Украины Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. Второй тур состоится 21 апреля. Соединенные Штаты выводят часть своих военных из Ливии. Это касается персонала, который задействовал в охране дипмиссии, борьбе с терроризмом и укреплении стабильности в регионе. Об этом сообщает прислужба командования США в Африке, ссылаясь на опубликованное заявление. Там говорится, американские военные продолжат поддерживать народ и правительство Ливии. Положение в стране назвали сложным и непредсказуемым. Вблизи ливийской столицы Триполи, между проправительственными войсками и самопровозглашенной ливийской национальной армией, вновь возобновились боевые действия. Немедленно прекратить их призвали члены ООН и Большой Семерки. Десятки тысяч человек вышли на акции протеста против режима Николаса Мадуро в Венесуэле. Протесты прошли в более чем трех сотнях городах страны. Оппозиция назвала их началом операции «Свобода», цель которой – отстранить Мадуро от власти. Первые столкновения с полицией прошли в городе Маракаеба на северо-западе страны. Там травмированы 30 человек. Массовые митинги против правления президента Николаса Мадуро начались в Венесуэле в январе. Парламент страны признал его незаконным главой государства. Исполнять обязанности президента стал оппозиционер Хуан Гуайдо. Его признали США, Канада, многие государства Латинской Америки и большинство европейских стран. Однако силовые структуры Венесуэлы по-прежнему подчиняются Мадуро. Его поддерживают Россия, Иран, Никарагуа и Боливия. Игры роботов, лекции и мастер-классы. Фестиваль робототехники и STEM-образования проходит в Киеве. Его девиз – вперед на орбиту. Более тысячи школьников со всей Украины представили роботов, сделанных своими руками. А также проекты, посвященные освоению космоса. Также на фестивале принимают участие ученые и разработчики, которые делятся опытом. Это не Олимпиада, не соревнования. У нас действительно чемпионат, и здесь побеждает лучшая идея. А команды делятся друг с другом своим опытом, своей командной работой. Тем, насколько интересно детям учиться. И как важно, чтобы у детей был такой реальный проект, к которому они подходят как к своему первому жизненному проекту. 13 тысяч участников из более 50 стран мира. Международный полумарафон состоялся в Киеве. В центре столицы на Подоле собрались бегуны, профессионалы и любители. Они преодолевали разные дистанции на 21, 10 и 4 километров по Киевским улицам. Старт основного забега прошел в 9 утра. Все участники марафона получили памятные медали. А победитель – 2000 евро. Это уже традиционное событие для Киева, которое собирает всех любителей бега. Не только из Украины, а из других стран. Сегодня это 51 страна. Киевский полумарафон также объединяет людей из разных сфер. Шоу-бизнеса, политики. Люди вместе бегут дистанцию 21 километр. Это самый большой полумарафон в Украине. Ну и по последним данным стало известно, что прямо сейчас члены Центральной избирательной комиссии подписывают итоги голосования первого тура президентских выборов. Напомню, что на первом месте оказался шоумен Владимир Зеленский. Второе место занимает нынешний президент Украины Петр Порошенко. Выборы президента Украины во втором туре пройдут 21 апреля. Это и другую актуальную информацию вы всегда сможете найти на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ua. На этом у нас пока все. Следующий выпуск новостей уже буквально через два часа. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова